Как поддерживать здоровье аккаунта, чтобы все было оставалось хорошо, чтобы твой аккаунт работал и его не приостановили в самый неожиданный момент, когда у тебя как раз поперли продажи. Для того, чтобы узнать здоровье твоего аккаунта, тебе необходимо зайти в вкладку Performance, которая находится вверху, нажать Account Health И ты увидишь здоровье, в принципе, это как бы общая статистика твоего здоровья, здоровье твоего аккаунта. И видно, что у меня есть жалоба от покупателя на несоответствие продукта с описанием с карточкой товара, с листингом. И вот она попала вот сюда, и тут даже появился значок устрашающий. Значит, первая метрика. То, что я перейду сразу в общую вкладку Performance Matrix. И в Performance Matrix видим, что у нас есть Order Defect Rate, Cancellation Rate и Late Shipment Rate. Это, в принципе, одни из самых важных метрик. Вот поэтому они такие большие. Да ладно! Значит, Order Defect Rate 0% показывает. Целевое значение менее 1%. Что это значит? Order Defect Rate это количество, можно здесь увидеть ниже, негативные отзывы, A2Z, эти вот штуки самые неприятные, A2Z, и сервис Chargeback Rate. Значит, ну, с Chargeback я так не разобрался, я так понял, потому что у меня всего лишь один раз такое было, Chargeback, и этот спор удалось решить. О нем я расскажу чуть далее. Значит, Order Defect Rate, общая, это вот эта вся сумма складывается 1%, да, то есть это наша цель. И если будет больше, то аккаунт начинает попадать под риск, его могут отправить на рассмотрение. Ну, как правило, на рассмотрение, да, на блокировку аккаунта, это уже идет, когда Order Defect Rate достигает, там, 6-7%, ну, то есть это опасное значение для Амазона. Он уже начинает думать, что-то здесь не то, что-то ты торгуешь как-то кривовато, дружок мой. Давай-ка мы твой аккаунт... И видим, что по статистике, ну, конечно, она очень долго подтягивается здесь, и здесь с июля 14 по сентябрь 11 69 заказов, и из них пока 0 Order Defect Rate. ОДР я его буду называть в дальнейшем, чтобы было короче. Да, наш уровень ОДР 0. И, соответственно, это процент от количества заказов за этот период, за этих 60 дней. Получается, что если у нас будет 100 заказов, и будет 3, допустим, нам поставят... Нам сделают 100 заказов, и нам поставят 3 негативных отзыва. Соответственно, у нас будет 3% Order Defect Rate. То есть это уже будет значение выше, да, то есть 3% будет. Это уже аккаунт попадает под риск. Это уже проблемы с байбоксом начинаются в этот момент. Он может как исчезнуть, так и... Либо просто уменьшится, либо может исчезнуть. Ну, естественно, пока Order Defect Rate не опустится. ОДР. И, соответственно, вам необходимо поддерживать хорошие положительные отзывы. Тут нет никакого процента от того соотношения между хорошими, средними и плохими отзывами. Тут есть просто соотношение плохих отзывов. То есть вам влепили негатив и фидбэк, все. У вас Order Defect Rate страдает. И следующее. A2Z гарантия. Это когда человек... Ну, вам в некоторых случаях могут либо влепить специально A2Z, как у нас было в начале. Сразу две гарантии таких влепили A2Z. И еще два негатива поставили. А также вам могут быть такие случаи, когда человек вам пишет сообщение. Точнее, он обращается на Amazon, пишет техподдержку, что вот мой товар, я хочу вернуть посылку. Amazon обращается к вам, верни посылку. Вы игнорите это сообщение. Ну, либо там не то, что игнорите, может быть это у вас не получилось, что-то. Вы его не смогли на него ответить, вы его проигнорировали. Ну, в любом случае, игнор идет, да. То есть ответственность на вас лежит, как на продавце. И, соответственно, вы получаете во второй раз, когда человек напишет техподдержку, ну, типа продавец мне так и не ответил. Вы уже получаете A2Z. Гарантированный возврат, да. То есть чувак хочет вернуть, а вы там морозите или еще что-то в таком духе. В общем, A2Z не так уж просто открыть. Да, но если вы будете морозить человека, то, ну, как правило, из-за этого и открывается A2Z. То в таком случае вам необходимо будет, у вас страдает из-за этого методика. То есть, если вы просто делаете возврат человеку, да, он обратился к вам, он сделал возврат, все в порядке. Но если вы его морозите, он может обратиться в техподдержку Амазон, и Амазон заметит, что вы его игнорите, и вам влепит A2Z. И, соответственно, ваш вот этот процент, он растет. И следующее, это диспут по поводу каких-то возвратов финансов, да. Например, если что-то как-то, какие-то злоумышленники там не как-то оплатили с банковской карты человека, и он решил открыть возврат денег, да. Скажу честно, я не знаю, вот, блин, что это такое вообще, что это за хрень. Я так понимаю, это штука, из-за которой попробую простым языком объяснить. У вас есть ваша банковская карта, и вы отправляете продавцу деньги свои, да, то есть покупаете что-то. Да, соответственно, деньги пересылаются продавцу на Амазон. Но, возможно, такие случаи, когда это может сделать, к примеру, какой-то мошенник, либо ребенок там сделал, да, и либо еще какая-то проблема может возникнуть, когда деньги продавцу, они перешли, но покупатель ничего из этого не делал. Может, там ошибка какая-то случилась. И именно вот это является решением этого вопроса, чтобы вернуть деньги. Соответственно, насколько я знаю, да, как я уже сказал, у меня один раз такое было, только из всех заказов, и из тех людей, которых я знаю, у которых такое же попадалось, они говорят, что в 99% случаев это решаемо, то есть выигрыш идет в вашу сторону. В отличие от A2Z гарантии. Следующее, перейдем. Покупательские метрики. Первое. Prefulfillment Cancel Rate. Что это значит? Это значит количество тех отмен, которые вы сделали. Например, человек заказал у вас товар, вы его у себя на складе не нашли, либо у поставщика не нашли, либо, ну, в общем, вам нечего отправить покупателю. Соответственно, вы нажимаете кнопочку отмена, и покупатель, ну, в некотором смысле это вызывает недовольство, потому что как-то у вас на листинге есть ваш товар, а потом кажется, что когда человек заказал у вас, у вас его уже нет. В таком случае вы можете сделать отмену, но опять-таки она растет от вашего процента заказов. Да, то есть тут цель до 2,5% отмен. Соответственно, если у вас будет больше, то опять-таки аккаунт попадает под риск. И, ну, вы увидите соответствующее уведомление, когда в случае каких-то проблем. Следующая метрика. Late shipment trade. Это количество запоздалых отправок. Человек у вас заказывает товар. Например, вам необходимо отправить вот такую тарелку, да, чашу. Чашу необходимо отправить. И у вас есть на время отправки, к примеру, 3 дня. У вас обязательно в каждом заказе написано, до какого числа вы должны отправить данную посылку. Когда вам приходит заказ, вы в нем обязательно увидите вот SHIP BY строка. SHIP BY и у вас дата есть, когда вам необходимо отправить. Сегодня у меня 28 число. Соответственно, мне необходимо подтвердить отправку до 1 октября. Получается, что я нажимаю просто CONFIRM SHIPMENT вот сюда. Вставляю трек номер. Либо если у меня трек номера нет, я просто вписываю, ну, я, как правило, пишу туда единичку. А потом, когда трек номер появляется, я обновляю данные и вписываю уже трек номер, который появился. И в данном случае цель уже до 4%. То есть вы можете с запоздалой отправки сделать. К примеру, у меня такое часто бывало. По моему времени, по украинскому, необходимо сделать отправку до 10 часов утра. То есть по американскому это получается до 24.00, до полуночи необходимо подтвердить отправку. А по моему времени у меня еще есть фора. То есть я могу утром проснуться до 10 утра и подтвердить отправку. Из-за того, что у нас разница во времени. Соответственно, я утром просыпаюсь, вижу, что у меня трек номеров нету. Я вписываю те заказы, которые не трек номеров. Я вписываю просто туда единичку. А потом, когда трек номер появляется, я туда обновляю данные и пишу уже работающий трек номер. И зачем это делать, я объясню чуть дальше. Тут также есть эта метрика. Соответственно, у меня был такой случай, что я проспал, либо... Ну, не один раз такое было. Я проспал, а не вследил о том, что у меня метрика... Поздняя отправка была. И, соответственно, эта метрика, она со временем пострадала. То есть тут писалось... Да, то есть хорошо то, что 30 дней всего. Но, тем не менее, она пострадала. И тут было больше 4%. Достигло что-то за 7 дней 25%. И это было не очень хорошо. То есть на байбокс-то не очень хорошо влияет. Но не так уже, как, например, негативные отзывы или A to Z. Листаю дальше. Рефанд рейт. Тут ничего страшного. Тут просто показывает процент количества ваших возвратов от всех заказов. Вот к чему я стремился. Когда я рассказывал про лейтшипмент рейт. Валид трекинд рейт. Валид трекинд рейт. Это количество работающих трек номеров, по сути. Да, если простым языком. Вы вписываете трек номер, который у вас в ваши посылки, которые вы отправили. И это те трек номера, которые не работают. То есть вы, если впишите не работающий трек номер, соответственно, у вас будет плохо. То есть у вас не отобразится просто, что у вас все в порядке работает. Как у меня. Один заказ, непонятно что. У меня всегда все трек номера рабочие. Но тем не менее, может быть по какой-то ошибке или что. Видно, что здесь всего лишь 21 из 22 заказов оказались рабочими. Ну, соответственно, 97% работающих должно быть трек номеров. Ниже метрики находятся, они находятся в стадии бета. Но тем не менее, они почему-то... Видимо, это показывает уже конкретно для продавца, как необходимо, может быть, что подправить. Но, насколько я знаю, они практически не влияют на статус аккаунта. Поскольку они очень сильно манипулятивны. Вот, например, здесь метрика response time under 24 house. То есть количество ответов, которые вы успели дать за 20... Успели, точнее, да, просто успели вовремя дать ответы вашим покупателям, людям, которые задают вам вопросы. Человек заходит на страничку товара, заходит на ваш аккаунт, как продавца... Не на аккаунт, а на вашу страницу магазина вашего, на Amazon. И задает вам вопрос. У вас есть 24 часа, чтобы ответить. То есть, если вы ответили позже, соответственно, у вас страдает вот эта метрика. Customer Service De-Certification Rate. Уровень невдовлетеленности покупателей. То есть, у вас есть... Точнее, не у вас, а у покупателя. Да, он вам отправляет сообщение. Любой человек, вообще любой. Отправляет сообщение. И тут, как написано было в справке Амазона, что у человека есть... Потом опросник ему приходит. Мол, понравилось ли общение с продавцом или нет. И если ему не порвалось, соответственно, он отвечает нет. И у вас страдает эта метрика. То есть, тут очень сложно повлиять. Но единственное, ваше влияние может быть только в том, что вы хорошо отвечаете вашим покупателям. Конечно, попадаются какие-то сволочи и начинают гнобить ваши метрики, сами того не осознавая. И дальше, ниже я чуть покажу, что я имею в виду. Вот эта метрика. Return De-Certification Rate. The Satisfaction Rate. Значит, это метрика по возвратам. The Satisfaction Rate. Вот. Она складывается из трех метрик. Это вовремя ответы. Это Invalid Rejection. Количество отказов по возвратам. И отрицательные отзывы о возвратах. Вот это очень интересно. Потому что даже если вы вернули их, все в порядке, все прям человеку сразу писали ему трек-номер, по которому возвращают. Все там, все сделали, выслали ему лейбл возвратную. И ему приходит потом так же само опросник, мол, понравилось вам или нет? Круто вам было возвращать товар или же нет? И человек может, ну, в любом случае, он может быть, знаете, как на эмоциях человек быть и ответить, что нет, мне не понравилось. А на эмоциях быть, потому что ему сам продукт мог не понравиться. Он решил его вернуть. Вы отправили его точно-точно такой же, как есть, как все прям супер-пупер с вашей стороны. Он решил сделать возврат, вы ему делаете возврат, а он еще при этом нажимает, типа, нет, мне не понравилось. Хотя эта метрика влияет на вот эту статистику. Все. Как я заметил, только на эту статистику. Следующее я хочу показать о том, как посмотреть, сколько товаров осталось у продавца. Это делается очень просто и зачем это нужно? Как правило, я это использую для того, чтобы узнать, вот у меня есть мой товар и есть товар другого продавца. Соответственно, мне необходимо, если мне моя маржа позволяет выровнять цену, то я выравниваю. Но если мне уже становится, поджимает стоимость, если я ее опущу ниже, соответственно, мне необходимо понять, сколько у человека осталось у другого продавца, а сколько осталось товара. И если он уже скоро будет заканчиваться, то я могу спрогнозировать, что у него скоро закончится товар, я смогу продать по более высокой цене, чем у меня есть сейчас, чем я могу позволить себе. Да, то есть, это в том случае, если я не могу позволить себе, к примеру, опустить стоимость товара. Либо узнать о том, как часто человек завозит товар, да, либо узнать вообще, это его листинг или не его, так, это я далеко зашел. Для этого, значит, мы добавляем наш необходимый товар в корзину, да, нажимаем Add to Cart, переходим в корзину, нажимаем 10+, и вводим, что 999, потому что это максимальная цифра, которую можно ввести. И нам показывает, у нас тут просто ограничение стоит, что этот продавец выставил всего лишь, ну, максимальное число, это 20 товаров на одного пользователя. Хорошо, в таком случае нам будет очень сложно это проверить, поэтому мы зайдем на другой товар. Что это здесь есть? Тут тоже максимум стоит. Щетки какие-то, барбекю щетки. То есть, я просто сейчас для примера показываю, чтобы было понятно. Тут только одну штуку можно взять, либо одна, нет, только одну штуку можно взять. Может, там у кого-то еще есть. Заходим во всех продавцов. Куда-то меня туда кинуло. Вот, у меня, значит, просто программа показывает кипа, показывает, сколько здесь осталось. Но она не всегда это высвечивает, поэтому что я делаю? Если она не высвечивает, то я добавляю товар в корзину и ввожу максимальное количество. Сколько у него осталось? А, у него доступно тоже, только на одного покупателя одна штучка. Хорошо. Что же они такие все ограничения поставили? Вдруг я хочу купить 10 штук, да? Что мне теперь делать? Ограничения круто ставить, если вы проводите какую-то акцию с вашим товаром. Чтобы не было такого, что один человек взял по скидке, купил. Вот, написано, значит, у этого продавца осталось только 25 штук в наличии. Вот все, что требовалось узнать. Да, то есть, я просто ввел сюда максимальное количество, которое возможно, нажимал update, обновить, и получил, что у него всего лишь 25 штук осталось. То есть, мне теперь становится понятно, что у него, сколько здесь продаж показывает? Достаточно должно быть хороший рейтинг. 27 продаж, и, соответственно, у него через месяц, примерно, может быть, меньше, 2 недели-месяц, у него этот продукт закончится, если он не подвезет еще. И я понимаю, что если у него закончится, я могу сейчас закупить, допустим, этих щеток, завести на этот листинг, и чики-пуки у него продастся, и я смогу поднять стоимость даже. Ну, опять-таки, здесь много нюансов по выбору листинга, куда можно завезти, куда не нужно завезти, и откуда, что, и почем. Ну, хорошо. А следующий вопрос состоит в том, что вы, когда проводите, делаете заказ где-то на Амазоне, либо на Эбэй, и вам присылают трек-номер. Вопрос состоит в дубликате трек-номера. Получается, что в вашем покупательском аккаунте есть дублирован первый трек-номер, только такой же самый, и в вашем аккаунте продавца нужно поставить такой же самый номер. Не будет ли это проблемой в том, что Амазон заметит, что у вас дубликат от номеров, и как-то свяжет ваши аккаунты, либо заподозрит в том, что вы отправляете? Нет, не будет. Сколько я раз уже, не знаю, больше тысячи заказов проводил, дубликаты он никак не воспринимает как совпадение аккаунта. То есть, вы можете спокойно покупать на Амазоне и вставлять в своем аккаунте продавца, подтверждать трек-номер на заказ. И еще один момент. Это уже связано с Эбэем. На Эбэй, если вам попадется, да, вы, допустим, закупили товар на Эбэй, и вам попался трек-номер, который имеет вначале вот эти три буквы ТБА, ну и дальше пошло-поехало, какие-то цифры, идентификаторы вашего трек-номера. Это значит, вы попали на дропшипера. То есть, вот такой трек-номер, он есть только у Амазона. Получается, что вы продаете на Амазон, зашли на Эбэй, чтобы купить товар, а человек, который там находится, на Эбэй, да, продает, который вы купили, он сам купил на Амазоне. То есть, это значит, что на Амазоне, где-то в другом месте, есть дешевле, чем на Эбэй. Получается, что вам нужно просто получше поискать товар на Амазоне, значит, что вы где-то что-то не нашли. Вот и все. Хорошо, если есть какие-то вопросы по поводу дропшиппинга, по поводу завоза товаров, да, регистрации каких-то аккаунтов и тому подобное, обязательно задавай вопросы, я на них отвечу. Ну, а на это все. Счастливо.